Дом номер 28 в переулке Рабочий буквально разваливается на части. Построенный еще в 50-х барак непригоден для жизни. Два года назад постройку признали аварийной. Здесь в небольшой квартирке Валентины Тараскиной выросло уже три поколения. В тесноте, да не в обиде, говорит хозяйка. Но только условия, в которых ее семья вынуждена жить, трудно назвать нормальными. У нас струя сюда течет, другая из-под печки течет в комнату. В дождь по полу ручьем льется вода, рассказывает хозяйка. В комнатах пахнет сыростью, стены покрыты плесенью. Как следствие, дети часто болеют. Единственный источник тепла в квартире – старая печь, но ее уже давно не топят. Через трещины в стенах дым валит на второй этаж. По этой программе сноса домов ветхих мы входим в этот список. Но когда это все будет, неизвестно. Но зиму нам вообще в подвале просто не пережить. А это дом номер 8 на улице дорога на Большой Ахун. Его построили еще в середине прошлого века. Аварийным признали в 2007-м. Ремонт делать бесполезно, считают его жители. Штукатурка на потолке не держится. А пол и вовсе, как говорится, ходит ходуном. У нас якобы нашлись инвесторы, начали переселение. Верхние этажи они переселили. Довольно неплохо. Но потом на этом все остановилось. Таких аварийных домов в Сочи ни один и ни два. Непригодные для жизни бараки есть в каждом районе курорта. Пока администрация города, согласно постановлению по переселению из аварийного жилфонда, определила дальнейшую судьбу 66 таких домов. Тех, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Уже точно известно, что на большую площадь переселенцы могут не рассчитывать. Они получат ровно столько квадратных метров, сколько имели в своих аварийных домах. Хотя есть и исключения. Люди, да, рассчитывают на получение, допустим, большей площади на каждого члена семьи. Конечно, это не так. Но по факту получается, что мы действительно даем большую площадь, чем у гражданина есть. Потому что, например, в старом аварийном фонде площадь квартир 15 метров. А сейчас даже такие квартиры не строятся. То есть гражданин из 15 метров переезжает в квартиру, которая 38 метров, 36 метров. Вопрос, куда именно людей переселят из аварийных домов, пока остается открытым. Квартиры могут дать в любом районе города. Такова буква закона. Еще несколько лет назад дома для переселенцев начали строить на улице Чехова. Но сегодня проект заморозили. Участок признали оползневым. Единственное, что точно известно, в какие сроки жители аварийного фонда получат новые квартиры. Все 66 домов расселят до конца 2015 года. Что касается героев нашего сюжета, новые дома жители переулка Рабочий переедут уже в декабре этого года. А жильцов дома на Малом Охуне переселят до конца 2014. Татьяна Нагорская, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.